МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одним из ярких личностей в истории средневекового Казахстана, в истории казахского ханства является Сынджаневик хана Касымхан. К сожалению, сейчас даже по прошествии 30 лет независимости мы не можем сказать, что мы дали достойную оценку его деятельности, что мы сделали много для увековательной его памяти. Просто можно сказать, что даже в Казахстане нет ни одного памятника, посвященного Касымхану. Инициатива создания ватарау в сарайчике, где правил когда-то Касымхан, создание памятника Касымхану было поднято. Были начаты работы, но она до конца еще не завершилась. У нас фактически по республике можно считать пару улиц, которые носят имя Касымхана. Хотя надо отметить, что Касымхан действительно очень яркая, выдающаяся личность. Это не только по оценкам современных исследователей, это по оценкам его современников, самых знаменитых правителей того времени, историков того времени. Можно, например, сказать, что Касымхан заложил основы, контуры современного Казахстана. Именно его период правления, пусть он был недолговечен, не больше 10-15 лет, но это было время формирования этнических государств на границе казахского ханства. И средневековы авторы признавали действительно выдающуюся личность Касымхана. Не зря в Аламарея Сефеви, в иранском сочинении, Касымхан назван наивом Чингисхана, то есть наместником Чингисхана. По этому источнику и по другим средневековым источникам Сефевицкого круга Касымхан является наследником, преемником Чингисхана. Он носит корону Чингисхана, он сидит на троне Чингисхана. Именно так подчеркивается. Другие историки также подчеркивают его значимую роль. Например, известный средневековый историк Мирза Мухаммед Хайдар Дуглад, автор знаменитого сочинения «Тарихи Рашиди», сравнивает Касымхана с Чингисханом. И пишет, что никто после Чингисхана не правил всем улусом джучи, как Касымхан. Такую же высокую оценку Касымхана дает и современник, его знаменитый Захарадим Бабур. То есть современники признавали его выдающиеся качества, его талант как полководца, его талант как правителя. Личность Касымхана можно рассматривать с разных позиций. Можно говорить о его полководческих талантах, когда он лично водил войска в охот, получал неоднократные ранения в этих сражениях, сам лично участвовал. Например, Зурбат Аль-Таварих Абдаллах Абалхи говорится о том, что при сражении 1513 года под Ташкентом Касымхан получил ранение. А в это время уже Касымхан был преклонным в возрасте 60-70 лет. То есть это его характеризует как отважного воина, как полководца. Другая сторона его деятельности связана с его дипломатической ролью. Мы знаем, что в 1494 году Касымхан, еще будучи султаном, был послом Казахского ханства и встречался со знаменитым тимуридом Хусейном Байхары. Для этого ему пришлось преодолеть тысячи километров и встретиться с Хусейном Байхары на территории Северной Индии, около города Хисар, по записям знаменитого средневекового историка Хондемира, Хусейн Байхара принял султана Дэшти Капчака, знаменитого Касыма Султана. Кроме того, мы знаем, что именно с этой поездки, на мой взгляд, было заложено начало казахско-русских связей, потому что именно Хусейн Байхара в эти годы, 1494-1995 годы, отправлял своих послов в русское государство. И до нас дошла опись царского архива России, в котором говорится, что в ящике 38 хранились книги и списки казацкие при Касымхане. То есть была какая-то переписка. К сожалению, Москва не разгорела, и в этих пожарах эти документы были утеряны. Но опись сохранилась. Именно опись, которая сделана в 1560-70-е годы. Из него мы и знаем, что были какие-то связи между Касымханом и русским государством. Ну и вообще нужно отмечать, что время Касымхана – это период наибольшего усиления казахскоханства. Касымхан, он не был единственным сыном Джанибек хана. По средневековым источникам, как товарики Гузидану Сратнамы, Шаджире Аттург, Аблгазы, Бахадур хана, известно, что у Джанибек хана, который был одним из основателей вместе с Кирея ханом казахского ханства, было девять сыновей. И Касымхан по одним источникам был третьим, по другим источникам – четвертым сыном Джанибек хана. Ну и с самого детства он, конечно, участвовал в сражениях, помогал своему отцу в формировании казахского ханства, в расширении его территории. Именно в битвах за города Пресаджиренского региона он впервые появился на страницах исторических источников. Товарики Гузидану Сратнамы он впервые отмечен в связи с борьбой Бурундук хана и Мухаммеда Шибани за города Пресаджиренского региона, в частности, за Сауран. Сауран, современный. Матерью Касым хана была по свиньям Хадргали Джалайры Джахан Бигим, которая была родной сестрой матери Мухаммеда Шибани хана. То есть такие династические связи между разными чингизидами в то время были очень широко распространены. И если исходить из этого, то Мухаммед Шибани и Касым хан были двоюродными братами по матери. Однако борьба династильная между ними существовала. Мухаммед Шибани, как внук Абульхайр хана, пытался сохранить свою власть на территории современного Казахстана. С другой стороны, казахские ханы, и Джанебек, и Кирей, потом Бурундук и Касым, они также претендовали на власть на территории современного Казахстана, так как они были потомками Урусхана. Казахстан, который правил в восточном Достыкопчаке. Надо отметить, что линия Урусхана имела длительную власть на территории восточного Достыкопчака, то есть на территории современного Казахстана. На этой территории потомки Шибана правили только в период правления Абульхайр хана. То есть это 40-летний период, и по представлению того времени казахские ханы имели больше прав на власть на эту территорию. И это отмечено даже в шибанистских источниках. Шибанистские историки говорят о том, что некоторые жители Пресардинских городов, помятуя, что раньше эти города принадлежали предкам казахских ханов, они добровольно отдавали власть казахским ханам. При Брундыхане Касам хан был руководителем его конного войска. Как источник отмечается, что Касам хан сам со своим конным войском приходил на территорию Пресардинского региона, то есть Туркестана, как тогда называлось, и противостоял здесь Шибанидом. И это была борьба за власть на территории всего восточного Достыкопчака, то есть степенными регионами Казахстана. Борьба шла именно на территории Пресардинских городов, потому что эта территория имела важное значение для кочевников. Здесь пролегали караванные пути, здесь на территории этих городов шла торговля, что очень им было важно. И главное, что владея городами Пресардари, можно было бы контролировать кочевников, так как кочевникам нужна была вода, и они должны были пользоваться водными источниками Сардари, и владея городами, можно было бы закрыть доступ к водным источникам и хорошим пастбищам. Вот это главная причина борьбы за Пресардинские города. И именно в борьбе за Пресардинские города и выдвинулся Касамхан как полководец. В начале 16 века, когда Мухаммед Шейбани завоевал Среднюю Азию и образовал свое государство, борьба между казахскими ханами и шейбанинами вновь разгорелась. И эта борьба была не очень удачна для казахов. К этому времени уже постаревший Бурундых хан не смог организовать достойный отпор. Мухаммед Шейбани в течение 1504-1509 годов принял три похода на казахское ханство, и фактически все эти три похода были для него удачными. И вот эти неудачи Бурундых хана, то, что он не смог сплотить народ, не смог организовать отпор Мухаммеду Шейбани, привели к тому, что правители казахских родов, племен, стали искать более сильного лидера. И этим лидером, естественно, оказался Касамхан. Однако Касамхан чтил традиции, уважал старшего, и поэтому не хотел никакого конфликта с Бурундых ханом. И Мирза Мухаммед Хайдар пишет, что Касамхан не хотел конфликта с Бурундых ханом, и поэтому он находился в джитсу, когда Бурундых хан находился на западе Казахстана, в Сарайчике. То есть фактически до последних лет правления Бурундых хана, между ними не было открытых противостояний. К сожалению, в историографии, в основном с подачи Чулошникова, существовало мнение о том, что между Касамханом и Бурундых ханом была борьба за власть, и эта борьба была кровопролитной, сильной. Но еще Мухаммед Чантын Шпаев доказал, что мнение Чулошникова было ошибочным. Иногда некритический подход наших, некоторых современных, даже историков, приводит к тому, что опять начинают возрождать мнение Чулошникова и говорить о том, что между Касамханом и Бурундых ханом было кровопролитное противостояние. Даже примеры династийных связей показывают, что между Бурундых ханом и Касамханом, и между Бурундых ханом и другими сыновьями, Джанни Бихханом были мирные отношения. То есть были династийские браки между ними. То есть потомки Гирея выдавали своих дочерей за потомков Джанни Биххана. Также было наоборот, потомки Джанни Биххана выдавали своих дочерей замуж за потомков Бурундыха. Ну, разное было. Но никакого между ними противостояния не было. Это мы должны понять. Ну, именно то, что были неудачи и то, что Бурундых хан потерял авторитет и повлиял на изменения в политической иерархии. На рубеже 1510-11 годов Бурундых хан, уже находясь в преклонном возрасте, уже тяготясь к кочевой жизни, решил покинуть территорию казахского ханства. И он откочевал на территорию Средней Азии, то есть Шибаницкое государство. Там, в Самарканде, в то время проживала одна из его дочерей, которая была замужем за потомком Шибанида Буххайрхана. И с уходом Бурундых хана фактически правителем стал Касым хан, правителем казахского ханства. В конце 1509-го, в начале 15010-го года состоялся четвертый крупный поход Мухаммеда Шибани на казахское ханство. И именно поход этот был направлен на улус Касым хана. То есть из этого можно предположить, что Мухаммед Шибани хан был в курсе тех изменений, которые происходят в казахском ханстве, понимал, что теперь главная власть принадлежит Касым хану, и решил ликвидировать угрозу со стороны Касым хана. И поход был первоначально для Мухаммеда Шибани удачным, его войска фактически дошли до Улутау. Однако здесь Касым хану удалось собрать своих людей, свои войска и нанести очень большое поражение Мухаммеду Шибани хану. Даже средневековые историки подчеркивали, что Касым хан стал виновником смерти Мухаммеда Шибани хана. Хотя Мухаммед Шибани погиб в битве с правителем сифивитского, казлабашского государства с Исмаил шахом. Но настолько сильное поражение он получил от Касым хана, что уже он не смог полноценно противостоять сифивитом. На рубеже 1509-10-х годов Касым хан стал реальным правителем казахского ханства. И с этого периода фактически начинается расширение территории казахского ханства. В источниках есть сведения о его походах против Шибанидов на Ташкент, на города Пресардинского региона, часть которых он включил в состав казахского ханства. Но кроме борьбы с шибанидами известно о том, что он в отдельный период поддерживал шибанидов в борьбе с сифивидами. То есть когда правитель сифивитского государства или как они пишут в источниках казахского государства Исмаил Шах предпринял поход на Хорасан и попытался включить свой состав в территорию Маверинахара. Именно тогда по сифивитским источникам с шибанидой попросили помощи у Касамхана. Племянник Мухаммеда Шибанихана Убайдуллах хан тогда был реальным правителем узбеков и от него пришли послы к Касамхану и попросили помощи в организации отпора сифивидов. Об этом есть несколько рукописей именно написанных в сифивитском государстве. Очень красочно описывающий путь этих узбекских послов к Касамхану, самого Касамхана. Он очень красиво описывает, как он сидел на золотом троне, какая у него была дорогая корона на голове. По оценкам авторов этого сочинения, она стоила 70 тысяч туман, то есть очень дорогой такой. И очень красивое описание существует. Если даже это красивое описание не соответствовало той действительности, но это описание исторического источника, то есть это непридуманное, это написали сами сифивитские историки в 16 веке. И вот по этим сифивитским источникам в 1513 году Касамхан отправил своего сына с большим войском на помощь Шибанидам. И огромное казахско-узбекское войско сражалось с сифивитом, но сражение было неудачным, и в этом сражении погиб сын Касамхана Абульхайрхан. Интересно, что именно Абульхайрхан он не фигурирует в других источниках. Впервые Валамэрия Сифиви он назван сыном Касамхана. Кроме Абульхайрхана мы хорошо знаем, что у него был сын еще Хак Назар и мамаш его сыновья, которые сейчас нам известны. Кроме противостояния на юге с Шибанидами и сифивидами, Касамхан активно развивал свои взаимоотношения на востоке с могульскими ханами, в частности Султан Саид ханом. В Тарихе Рашиди, главном источнике по истории казахского ханства 15-го, начало 16-го века, имеется тоже красное описание приема Касамханам могульского хана Султана Саида. Эта встреча произошла на территории Джетсу. Могульский хан Султан Саид пытался получить помощь от Касамхана в борьбе с Шибанидами, однако, согласно Тарихе Рашиди, Касамхан сказал, что это не время для похода, конец осени, надо готовиться к зиме и отказался от участия в походе, но Мухаммед Хайдар пишет, что султан Саид хан очень остался доволен приемом Касамхана, и в эти годы казахско-могульские отношения были очень мирными, и существовал даже казахско-могульский союз. Кроме того, Касамхан активно развивал свою внешнюю политику и на западе Казахстана, в частности, его взаимоотношения с правителями Ногайской Орды были весьма сложными. Часть Ногайских родов и племен еще первые годы Касамхана приняли его власть добровольно. Тоже надо понимать, что это время самого заката Ногайской Орды. Орды Центр